МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В январе прошлого года саровчанам презентовали новую детскую поликлинику. Детей из старого района начали принимать на Октябрьском проспекте, а здание на проспекте Мира передали монастырю. На новом месте открыли 6 педиатрических участков, процедурный кабинет, кабинет доврачебного приема и гидрозал. Решение о переезде детской поликлиники приняли в конце лета прошлого года после того, как закрыли периметр монастыря. Тогда администрация больницы разработала план мероприятий по переводу приема детей на Октябрьский проспект. За это время специалисты подготовили все необходимые документы и провели ремонт. Здесь будут осуществлять приемы участковые врачи-педиатры на 6 педиатрических участках, которые у нас организованы с 6 февраля 2019 года с численностью прикрепленного населения 7 321 ребенок на 1 января. Поликлиника будет работать с 7 до 20 часов по будням. Врачи будут принимать у разные смены утром, днем и вечером для того, чтобы развести потоки детей. Кроме кабинетов участковых врачей-педиатров будет работать кабинет приема внеплановых пациентов. То есть те пациенты, которые по факту обращения захотели прийти, потому что у него кашель, допустим, головная боль, боль в горле. То есть вызвать по этой причине без температуры, особенно подростку, не приветствуется. Есть возможность оказаться медицинскому сотруднику в кабинете приема внеплановых пациентов. В кабинете будут принимать фельдшеры. Также организован кабинет доврачебного приема для того, чтобы оформить санаторно-курортную карту, документы на госпитализацию, выдать бланки на исследование. Откроется процедурный кабинет для забора капиллярной и венозной крови. Возобновит работу гидрозал, где детям с различными нарушениями будут проводить водные процедуры. По электролечению, которое здесь было раньше, мы планируем, но не в ближайшее время, потому что этот кабинет требует косметического ремонта. И хочу сказать, что вся база электролечения, такая современная, находится на Курчатово. Если вы там были, там все виды магнита, электролечения. Чтобы чем-то занять детей в очереди к врачу, в холле поставили телевизор и оборудовали небольшой игровой уголок. Планируется, что поликлиника переезжает на Октябрьский проспект только на два года. Затем врачи переведут в новое здание, которое построят в районе школы номер 7. Сегодня уже разыгран конкурс, определилась подрядная организация. И уже имеется вся проектная документация. Сейчас готовится рабочая документация. И уже весной этого года начнется подготовка площадки под строительство. Я думаю, что летом начнется само строительство. Ну и сдача новой детской поликлиники предполагается на декабрь 2021 года. То есть менее чем через два года она должна быть запущена. Позвонить в поликлинику на Октябрьском проспекте можно будет по тем же номерам, что и в здании на проспекте Мира. Январь богат праздниками. После Нового года и Рождества россияне отмечают крещение. Считается, что в этот день Иисус вошел в воды реки Иордан и принял крещение от Аана Притечи. Отсюда и пошла традиция каждый год накануне одного из главных православных праздников трижды окунаться в проруби. В прошлом году в Сарове купель традиционно оборудовали на пруду Боровом. В ночь крещения там побывала и наша съемочная группа. Несмотря на то, что настоящая зима в Нижегородской области все еще не наступила и трескучих морозов мы не дождались, накануне крещения горожане традиционно окунаются в прорубь в знак духовного и телесного очищения. В нашем городе по традиции купель оборудуют на пруду Боровом. За два часа до полуночи техника и специалисты были готовы к началу купания горожан в проруби. Сотрудники ДЭП оборудовали сходы к воде перилами и резиновыми плитками. Прорубь оградили деревянными настилами, на которых дежурили спасатели, в том числе и водолаз. Обязательно. Мы надеемся, он не понадобится, но мы выставили пост наблюдения, как это предписано. Четыре человека у нас здесь. Сигнальными лентами ограничили доступ горожан на лед. Все желающие понаблюдать за обрядом окунания в проруби и поддержать своих близких стояли на берегу. Как ни странно, лед достаточно структурный и толщина здесь льда 30 сантиметров. То есть это вполне приемлемо для нахождения людей на льду. Но мы все равно ограничили туда выход, запретили, ну дабы люди не подскользнулись или что-то, какую-то травму себе не получили. Среди желающих совершить обряд духовного и телесного очищения были мужчины, женщины разного возраста и даже подростки. Трижды окунуться в ледяное водение каждому под силу. Привычным к таким процедурам людям сделать это было легко. Некоторые от экстремальной температуры воды буквально терялись, но находили в себе силы завершить обряд. Эмоции после окунания в проруби были разные. Одни успевали сказать лишь пару слов и спешили греться, другие с удовольствием рассказывали о традициях и ощущениях. Все хорошо, все прекрасно очень. К этому празднику надо долго идти и на самом деле прийти. Поэтому традиций мало. Ну, верим Богом. Слава Богу, спасибо. Прям очень хорошо. Два автобуса выполняли роль пунктов обогрева. С 10 вечера 18 января и до 3 утра 19 января на берегу дежурили медики. Сотрудники спецуправления противопожарной службы прожектором подсвечивали место купания. За соблюдением порядка наблюдал наряд полиции. В январе в Сарове прошли юбилейные 10-е ежегодные серафимовские чтения. В них приняли участие 178 школьников и дошкольников из разных регионов России. В Саровской православной гимназии работали несколько секций, на которых участники чтений презентовали свои доклады членам жюри. Еще одна секция видеороликов проходила в Духовно-научном центре монастыря. Подробнее о ее работе наш следующий репортаж. С каждым годом число участников серафимовских детских и юношеских чтений растет. Интерес к ним проявляют школьники из Москвы, Курска, Перми. В этом году они представили свои работы, посвященные истории России и православия, жизни с подвижников церкви и поиску духовных ценностей. Традиционно высоких результатов на чтениях достигли ученики Саровской православной гимназии. В том числе они стали лауреатами первой степени в секции видеороликов. История одного урока творческого коллектива 8 класса гимназии снята по мотивам рассказов о войне саровской актрисы Инессы Шевцовой. Ребята вместе с родителями постарались отразить тему, раскрыть тему милосердия. И очень приятно, что ребята обратились к истории нашей страны. В этом году исполняется 75 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. Поэтому ребята связали тему милосердия с историческими событиями нашей страны. И достаточно глубоко раскрыли эту тему. Работа еще одной ученицы Саровской православной гимназии Александра Васляева и ее одноклассников получила спецприз канала 16. Видеоэссе под названием «Элон» посвящено человеческому одиночеству, жизни в мире формальности и порокам, и добродетелям поиску внутренней свободы. Сценарий, по сути, это мой рассказ, который я написала для конкурса еще одного. Моя учительница прочитала его, сказала, что это было бы неплохо снять. И весь наш класс просто скоперировался и решил, что это было бы интересно, чем снимать какую-то довольно простую банальную идею. Их работа интернациональна, считает Александра. Эта история может произойти в любой стране мира. Отличительная особенность ролика – название и звуковое сопровождение на английском языке. Когда английский язык становится универсальным для всех стран, для всего населения мира. И то есть, ну, по сути, он и сейчас уже очень внедрен в нашу речь, в наши мысли, в наше письмо. То есть много слов заменены на более простые английские. И, по сути, в рассказе это также является одной из уже меньших проблем, что английский заменяет наши русские слова, становится на первом плане в жизни людей. Екатерина Опенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Пожалуй, главной датой 2020-го стал юбилей Победы. О нем говорили с самого начала года. 27 января, в день снятия блокады Ленинграда, саровчане возложили цветы к вечному огню. После в администрации прошел торжественный прием ветеранов. Свидетелям тех страшных дней вручили памятные медали в честь празднования 75-летия Великой Победы. Валентине Тихоновне Баты было всего 8 лет, когда она вместе с семьей оказалась в осажденном Ленинграде. Совсем маленькая девчонка, она узнала, что такое война, ночные обстрелы и голод. Некоторые моменты врезались в память на всю жизнь. Мы с братом сидели на кровати уже, обесилившие. И вот эти корочки хлеба, которые давал, ну хлеб это 125 грамм уже было. Мы как-то старались житые корочки сохранить. Голодных ребятишек надо было кормить. Варили кисель из клейстера и бульон из хлебных корок, который тогда маленькой Вале казался самым вкусным. У нас была такая печурка, и там вот кипятилась вода. И в эту вону бросали вот эти маленькие кусочки хлеба. И вот этот бульон, я говорю, ой, такой бульон я всегда буду пить. В 42-м году их семье удалось покинуть город через Ладожское озеро. С тех пор прошло 78 лет. Но воспоминания о тех тяжелых днях до сих пор свежи. Каждый год в день полного освобождения Ленинграда она приходит к вечному огню, чтобы почтить память тех, кто выстоял и не сдался. В этом году вместе с жителями блокадного Ленинграда цветы к мемориалу возложили представители Городской думы, администрации, ядерного центра и дошкольники. Торжественные мероприятия ко дню снятия блокады продолжились в администрации. Со словами благодарности к тем, кто в годы войны жил в осажденном Ленинграде, обратились первые лица города. Огромная благодарность вам еще от нас за то, что вы доносите вот это свое чувство, свою любовь в нашей стране до молодежи, до детей, которые воспитываются на вашем примере. В прошлом году сразу в 17 образовательных учреждениях сферы культуры и искусства приобрели новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы в рамках нацпроекта «Культура». На эти цели выделили почти 90 миллионов рублей. В том числе свою базу обновила детская школа искусств «Сарова», которая в 2020 году отметила свое 45-летие. В рамках нацпроекта «Культура» детская школа искусств получила новые музыкальные инструменты на сумму более 5 миллионов рублей. В список вошли фортепиано, кабинетный рояль, концертная скрипка, вибрафоны, аккордеоны, баяны, саксофоны и гитары. Собственно, все инструменты, по которым мы обучаем в нашей школе искусств, и по которым у нас есть предпрофессиональная программа. Также наши методические фонды пополнятся. Хоровое отделение, для них будут закуплены хоровые станки. Для отделения архитектуры будут закуплены интерактивные доски. И нотная литература, нотная литература также по изобразительной грамотности, изобразительному искусству. В 2020 году детская школа искусств отметила свое 45-летие. Воспитанники ДШИ постоянно становятся победителями фестивалей и конкурсов, в том числе международного уровня. В родном Сарове они принимают участие в различных концертных программах, радуют горожан яркими вокальными и танцевальными номерами, интересными выставками. Новые инструменты дадут толчок к развитию талантов детей. Этим охватится более, я думаю, 400 человек этими инструментами и оборудованием соответственно. Ну и практически все отделения школы, за исключением общеобразовательных школ, будут пользоваться этими инструментами, которые мы приобретем. Последний раз материально-техническую базу школы обновили в 2018 году благодаря поддержке госкорпорации «Росатом». Традиционный зимний праздник – Всемирный день снега – саровчане отмечали на лыжной базе. Участников праздника ждали спортивные состязания, подведение итогов конкурса зимних фигур, праздничная лотерея, интерактивные площадки и автограф-сессия с призером Олимпийских игр, заслуженным мастером спорта по лыжным гонкам Анастасией Седовой. Праздник зимних видов спорта, здоровья и радости – Всемирный день снега отметили на лыжной базе. Несмотря на непростые погодные условия, желающих активно провести выходные и оценить обновленную инфраструктуру базы хватало. День снега проводится в Сарове с 2012 года. По замыслу Международной федерации лыжного спорта, по всему миру в этот день должны проходить снежные фестивали. Обычно проблем со снегом не возникает, но сегодняшняя зима практически не оставила шансов. Снежные фигуры лепили из того, что было. Конечно, в наших ситуациях, в сложившихся ситуациях, в день снега без снега, но в нашей дружной команде кораблик все ни по чем. По колицам походили, набрали снега, слепили замечательную фигуру, мишка. Каждый год у праздника своя ключевая тема. Снежные фигуры лепят в соответствии с ней. Но так или иначе, тема связана со спортом и здоровым образом жизни. В этот раз фигуру лепили под девизом «Спорт – норма жизни». Мы слепили фигуру мишку, футболиста. Тема была выбрана не случайно. Почему? Потому что наш детский сад является сетевым детским садом школы «Росатома». И наши дети уже в третий раз будут принимать участие в чемпионате по футболу «5 плюс». Программа праздника получилась динамичная и насыщенная. Зрители могли наблюдать за лыжными гонками, принять участие в семейных спортивных соревнованиях всей семьей за здоровьем, выполнить творческие задания на интерактивных площадках и посмотреть выступления городских творческих коллективов. Реконструкция лыжной базы – событие, которое горожане ждали несколько месяцев. Торжественно открыла ее призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта по лыжным гонкам Анастасия Седова. Хочу сказать большое спасибо, конечно же, тем людям, которые все это для нас сделали, усовершенствовали лыжную базу, построили новый роллерный круг. Он подойдет как младшим группам, детишкам, которые только-только начинают свой, так скажем, лыжный путь, и так и для взрослых профессионалов. И очень радует тот факт, что очень немногие города могут похвастаться в городе именно наличием лыжероллерной трассы. Лыжная база обрела новый вид, стала более удобной для посетителей. Это важное событие для города, ведь теперь каждый может заняться спортом. Таким нам запомнился январь ушедшего года. Ну а вспомнить важные для вас события 2020-го и пересмотреть репортажи о них вы можете в любое удобное для вас время на нашем канале в Ютубе. Также все новости ищите в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. А уже в ближайшем выпуске мы расскажем, каким был прошлый февраль. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и только хороших новостей в наступившем году.